Украина осуществила массированную атаку на российские военные аэродромы. В этот раз атаки подверглись три из них. При этом ударов было много, беспилотников летело много. По первым данным, шесть самолетов уничтожено, восемь повреждено. Такие данные источники различных изданий приводят им, комментируя удар по российской территории. У Украины стало очень много, судя по всему, дронов, и летят они довольно далеко. Российская страна традиционно говорит, что все сбило и ничего не прилетело по цели. Как-то вот так получается, что каждый раз, когда Украина очень много запускает дронов, Россия вдруг научится очень эффективно их сбивать. Правда, потом оказывается, что это все выдумки и вымыслы. Потому что на самом деле вся эта горящая трава или незначительные повреждения от обломков беспилотников, как правило, оказываются абсолютным мифом. А повреждения наносятся непосредственно самими беспилотниками, а сбивает их не система ПВО, а те объекты, в которые эти беспилотники прилетают. Вот почему-то НПЗ защитить не могут, почему-то в прошлые разы аэродромы и военные объекты защитить не могли, а в этот раз якобы сбили сразу 40 беспилотников, и это только в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны. Ну, в общем, давайте сегодня разбираться, что это был за удар, как он стал возможен, какие потери есть с российской стороны, что на это указывает и косвенно подтверждает то, что действительно были потери среди российских самолетов, и как это повлияет на линию фронта. Я Майкл Наки, вы на моем канале, вы можете поддержать видео вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Чем больше вы подписываетесь, тем больше этот ролик выдает YouTube другим пользователям, поэтому не брезгуйте этой опцией, пожалуйста. Ну, а также поддерживайте канал на Патреоне, ссылка на него будет в описании, и таким образом вы финансово помогаете каналу. Итак, что известно на данный момент, давайте с вами обсудим. В результате атаки на военный аэродром Морозовск в Ростовской области уничтожено 6 самолетов. По сообщениям источников украинской службы BBC в украинских силовых структурах, атаку на военный аэродром Морозовск в Ростовской области провела служба безопасности Украины. В результате атаки было уничтожено не менее 6 самолетов, еще 8 получили существенные повреждения. По информации источников, на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34, последнее время активно действующие вдоль линии фронта. Они, собственно, запускали те самые кабы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам. Кроме техники, по сообщению источников, около 20 оккупантах стали 200 или 300, то есть получили ранения или погибли. В момент атаки на аэродроме в Морозовске могли находиться до 30 самолетов. На снимках аэродрома, опубликованных асинт-аналитиком МТ Андерсон, видно, что 4 апреля там были 26 Су-34 и 3 Су-30-35. Минобороны России отчиталось о 53 украинских дронах, которые были сбиты над Россией в ночь на 5 апреля. Подавляющее большинство, как утверждается, были сбиты над Ростовской областью. По данным военного ведомства, над регионом было перехвачено и уничтожено аж 44 дрона. Шесть беспилотников были сбиты над Краснодарским краем, по одному над Саратовской, Курской и Белгородской областями, по сообщению, опять же, Министерства обороны России, которое только и делает, что врет. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, заявил, что над Морозовским районом силами ПВО уничтожено более 40 целей. Он также отметил, что в ходе атаки была повреждена электроподстанция. Осторожно новости со ссылкой на жителей Морозовска пишут, что атаки подвергся местный как раз военный аэродром. Очевидцы видели несколько взрывов на земле за городом. Есть ли в результате атаки дронов жертвы, пишут осторожно новости, им неизвестно. Асинт-исследователь Дима Джавенсис геолоцировал одну из точек съемки ночной атаки, потому что видео было немало, на аэродром Морозовск в Ростовской области, а потом определил примерные места взрывов по азимуту и скорости распространения звука. Он также отмечает, что, учитывая сообщения местных жителей про то, что взрывов было гораздо больше, чем попало на видео, то можно явно говорить про существенный ущерб аэродрому. По данным асинт-исследователя того же МТ Андерсон, как я уже сказал, на аэродроме было довольно много самолетов буквально за день до взрыва. Еще интересное косвенное подтверждение того, что Министерство обороны и местные власти, как всегда, врут, это объявление, которое есть в довольно маленьком телеграм-канале города Морозовск. Там написано следующее. «Уважаемые жители и гости города Морозовск и Морозовского района, администрация Морозовского городского поселения настоятельно рекомендует при проезде по трассе Морозовск-Волгодонск в целях вашей безопасности не производить остановку на участке в районе военного аэродрома и объектов военной инфраструктуры вблизи города Морозовск. Будьте внимательны и осторожны», пишут там. Я проверил этот телеграм-канал, это действительно телеграм-канал администрации, он ведется с мая 2023-го, там действительно постоянно публикуются всякие какие-то там «приехал туда», «приехал сюда», телеграм-канал «крушечный», как и бывает у таких локальных администраций, и не смотрите на совершенно убогий шерифт в этих картинках, объявлениях, это как раз хороший признак того, что перед нами действительно какая-то местная администрация, а не там, не знаю, пранкер или человек, который пытается сделать фейк, потому что именно настолько убогое оформление, как правило, говорит о том, что это действительно какое-то российское местное представительство, местная администрация, местное вот это вот все. Что по итогу у нас получается? По итогу у нас получается, что на аэродроме точно были самолеты, это нам известно. Также получается, что были взрывы и большое количество беспилотников, даже российская страна говорит, что их было очень много. Взрывы эти зафиксированы на аудио и на видео, и, собственно, по этим взрывам видно, что они происходили непосредственно на аэродроме. И, соответственно, у нас есть фактически запрет, ну или пожелание со стороны местной администрации вообще не останавливаться около аэродрома, видимо, для того, чтобы не вести съемку, для того, чтобы не фиксировать уничтоженные или поврежденные самолеты. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будет больше информации, может быть, появятся спутниковые снимки именно с повреждениями, потому что, конечно, ну и Минобороны, и Z-каналы, они говорят, что это все выдумки, что ничего там не повреждено, и вообще никакого урона не наносено, ну там на электроподстанцию, значит, что-то попало, а так вообще все суперкруто. Ну, собственно, просто электроподстанцию скрыть довольно проблематично, когда у вас перебои с электроэнергией, а вот скрыть поврежденные самолеты можно как минимум попробовать. Мы помним, что в предыдущие разы, когда, опять же, наносились удары по российским военным аэродромам, и когда повреждали существенное количество российской техники, мы видели, что российские власти из Z-военкоры, которых к тому моменту уже приструнили, особенно когда были последние атаки, они пытались всячески отрицать эффективность этих атак даже ударами от АКМС. Некоторые на тот момент еще все-таки говорили, что да, знаете, действительно, случилось что-то, и действительно все плохо, но, пожалуй, это был последний раз, когда отдельные телеграм-каналы устраивали такой мини-бунт и опровергали официальную российскую информацию. В остальном же, даже когда прилетало по тому же самому Энгельсу, когда попадали кадры, собственно, горящих самолетов, а Минобороны говорили, что они повреждены, а также и само Минобороны из Z-канала говорили, что ничего не уничтожено, и сильно занижали, собственно, цифры потерь. Потом Буданов их тогда переиграл, потому что там, собственно, были дроны, которые вели визуальный контроль, и просто после того, как все эти заявления прозвучали, что там никаких существенных потерь нет, и вообще все будет быстро восстановлено, он опубликовал видеозаписи, которые подтвердили успешность этой атаки. Будет ли так в этот раз, я не знаю, мне бы хотелось, потому что действительно, несмотря на то, что там уже третий год мы с вами обличаем Министерство обороны, и то, что все их рассказы про все взбитое практически всегда являются враньем, несмотря на все это, каждый раз люди задаются вопросом, а вдруг в этот раз Министерство обороны России сказали правду. Ну, как люди, какое-то количество людей, значит, вот, которые до сих пор вот это вот единственное, мне кажется, незыблемое правило с 24 февраля, что Министерство обороны России всегда врет, они как-то это правило активно игнорируют. В любом случае, мы увидели с вами довольно масштабную массированную атаку, и как она повлияет на линию фронта. Дело в том, что эти самолеты, скидывающие кабы, скидывающие, ну, кабы, вот, в понимании, опять же, украинском, это почти любой контролируемый авиабомба, значит, сейчас это большая прямо для фронта проблема, потому что действительно Россия засыпает опорники этими бомбами, там компенсируется, их неточность этих, собственно, управляемых бомб компенсируется количеством взрывчатого вещества в них, и в итоге там какая-нибудь полуторка, она может действительно снести все подчистую, независимо от того, что там рядом она упадет, или непосредственно в какой-нибудь опорник или там блиндаж, она сносит просто все подчистую, и это прямо большая проблема, решается она двумя путями, первое, это уничтожение самолетов в небе с помощью систем ПВО, второе, это уничтожение самолетов на базе, на которой они находятся, собственно, с помощью систем ПВО было уже уничтожено немалое количество российских самолетов, и на определенных направлениях количество вылетов снизилось, например, на Херсонском направлении, где тоже активно Россия поливала, значит, авиабомбами украинские позиции, там это на какое-то время прекратилось, однако вот на других направлениях Россия все еще активно это использует, в том числе взлетают как раз самолеты из Энгельса, из Морозовского Ростовской области, из Гейского аэродрома, они взлетают и, соответственно, и ракетами стреляют по украинской территории, и авиабомбами. Сейчас, видимо, после случившегося, независимо, кстати, от того, было ли действительно уничтожено 6 самолетов и повреждено 8, или просто долетели дроны, России все равно придется рассредотачивать свои самолеты, как они это делали в прошлые разы, после серьезных ударов, которые серьезно показывали возможности Украины, и это снизит возможности России по активному применению авиации, и поэтому эти удары, они, безусловно, необходимы, и необходимо их наращивать как можно больше, чтобы Украина наносила как можно больше ударов по российским аэродромам. Ну, собственно, помимо аэродрома в Ростовской области, были еще аэродромы, по которым были нанесены удары минувшей ночью. Об этом пишет, в частности, из этого канала Варгонза Семена Пегова. Он пишет, что предварительно можно сказать, что целью противника были аэродромы Энгельса, Ейска, а также Морозовска Ростовской области. В Ейске Краснодарского края Российской Федерации были взрывы ночью как раз 5 апреля, громко также было в районе аэродрома. Жители города сообщали о более чем 10 взрывах. Более 10 взрывов прозвучало над Ейском в Краснодарском крае. По предварительной информации, над городом работает ПВО. Написали в телеграм-канале ШОТ. Это, собственно, пророссийский канал, поэтому ни ЦИПСО, ни ПСО. Как рассказали источнику местные жители, взрывы были около 3 часов ночи. Также звуки выстрелов были в районе местного аэродрома. Помимо громких хлопков, также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка, сообщили на канале. В городе Ейск расположен аэродром совместного базирования. При нем работает 570-й авиаремонтный завод Минобороны России. На данный момент этот аэродром является одним из стратегически важных объектов, так как используется россиянами для атак по территории Украины. В феврале на разведку на аэродроме Ейска провели партизаны АТЭШ, о которых я подробно рассказывал во вчерашнем ролике, о чем они писали в своем телеграм-канале. Не о моем ролике, а, значит, о разведке. Вот что было в их посте. Наши агенты выполнили комплекс действий в Ейске. В первую очередь мы провели разведку аэродрома, который является одним из стратегически важных объектов, так как используется оккупантами для атак по территории Украины. Узнали точное количество воздушных судей на размещение складов с ракетным вооружением. Всю информацию передали силам обороны Украины. Также распространили по городу соответствующие листовки с посланием для летчиков, которые совершают полеты на этих суднах, написали АТЭШ. АТЭШ добавляют они, расширяют свою деятельность и призывают летчиков к сотрудничеству. Совместными усилиями мы остановим эту войну, написали они. Ну, кстати, к вопросу о сотрудничестве, действительно, довольно часто, судя по всему, российские же солдаты передают Украине различные координаты. Иногда это происходит из мести. Например, таким образом, как-то и кадыровцы подставляли российских военных, и российские военные подставляли кадыровцев. В общем, они симпатии друг к другу не испытывают и зачастую передают данные, что называется, украинской армии о расположении тех или иных российских частей или конкретных подразделений. Либо делают это за деньги. Вот недавно как раз рассказывала украинская сторона, что подробности о крейсере Москва, который в итоге был потоплен, им продали за 3 тысячи долларов. Ну, я думаю, что довольно немало российских солдат готовы будет за фактически любую сумму продать ценную информацию. Почему? Потому что в российскую армию контрактников сейчас набирают исключительно замотивированных на деньги. Все эти рассказы про то, что контрактники идут там, я не знаю, по зову сердца для уничтожения Украины, для защиты своей родины в другой стране почему-то. Значит, все эти разговоры, это, конечно, в пользу бедных, потому что, ну, на самом деле мы видим увеличивающиеся выплаты за подписание вот этого бессрочного контракта, что нам говорит о том, что поток все время сокращается, и что его вынуждены мотивировать материально. Более того, мы видели с вами письма и публикации, связанные с тем, что российские власти пытаются призывать именно людей с какими-то финансовыми проблемами. Тех, кто в долгах, как в шелках, с теми, кто, значит, готов за деньги, в общем, сделать многое. Поэтому за деньги они готовы, соответственно, и сливать какие-то данные, и я уверен, что среди летчиков такие тоже есть. Вот, будем надеяться, что удар по Ейску также был успешен, потому что в основном сейчас обсуждается именно удар по аэродрому в Ростовской области, а не только по аэродрому в Ейске. Ну, также была атака и российский аэродром «Энгельс». Собственно, в Саратовской области ночью 5 апреля там тоже прозвучали взрывы. В городе расположен военный аэродром, с которого обстреливают Украину. О том, что там был взрыв, сообщает РБК «Украина» со ссылкой на местные чаты. Участники чата сообщают о взрывах, которые произошли около 5 утра. По их словам, сначала был взрыв, после сработала сирена. Был отстрел, потом бахнул, теперь сирена, написала одна из участниц чата. «Местные жители сообщают о звуках взрывов, слышимых в разных районах Энгельса». «Вы тоже слышали в Киевском районе взрыв?» Написали местные. «Доброе утро, я в пробуждении живу, тут прям дом завибрировал», написал один из участников. Некоторые пользователи жалуются на раннее время. «Почему всегда надо именно в 5 утра-то? Что за наклонности к равнему пробуждению?» Пишут в чате. В сети также появилось видео взрывов. Ну, что касается ранних обстрелов, почему это происходит? Для минимизации жертв среди мирного населения. Собственно, Украина довольно четко ведет свои военные действия с попыткой минимизировать количество жертв. Не всегда это получается. Иногда мы видим, как страдают в том числе люди, что являются люди мирные, что является результатом, как правило, работы ПВО системы РЭП, которые сбивают, собственно, настройки летящих дронов, что, возможно, произошло в Алабуге. Но там, опять же, сложно назвать людей невинными, потому что это буквально сборщики оружия, это соучастники убийства людей в Украине, которые собирают дроны, дроны-шахеты. Однако часть из них просто подростки, в том числе несовершеннолетние. Тут, конечно, вопросы в основном к российскому руководству. Даже учитывая его фашизм и людоедство, какого хрена вы пихаете несовершеннолетних во военные производства? Видимо, для того, чтобы потом закатывать глаза, Россия этот трюк постоянно пытается применять. Это роднит ее, безусловно, с Хамасом. Но, возвращаясь к Энгельсу, кто почему-то до сих пор не в курсе, несмотря на то, что Энгельс часто является объектом попыток ударов украинской стороны, в Энгельсе находится военная авиабаза. Там базируются стратегические бомбардировщики, дальние авиации, Ту-160 и Ту-95 МС, которые наносили удары по Украине. Вообще, в итоге складывается такая история, в последние месяцы особенно, вот я думаю, что 2024 год, он, конечно, проходит под знаком дальнобойных ударов Украины. Пока Россия вновь пытается своими ракетами уничтожить украинскую энергоинфраструктуру, вновь запугать украинское население, фактически занимается террором, причем занимается этим практически каждый день, использует для этого шахеды, использует для этого баллистические ракеты. Для чего только для этого не использует, включая авиабомбы, которыми бомбит Харьков. Ну, опять же, история про русский мир. Россия говорит, что Харьков – это русский город, и там живут, значит, русские, которых она пришла освобождать. Только вот освобождать она их пришла авиабомбами, гигантскими авиабомбами, которые убивают обычных гражданских, которые падают на дома, ракеты, которые падают на дома, шахеды, собственно, дроны-камикадзе, которые падают на дома, а потом даблтэпают еще и в спасателей, сотрудников скорой помощи и так далее. Вот как Россия представляет себе русский мир, вот как она его несет. Но в целом мы видим, что украинская сторона, в свою очередь, она наносит удары либо по объектам топливной инфраструктуры, либо по объектам военной инфраструктуры. Вообще не помню, чтобы за раз были удары аж по трем аэродромам. Понятно, они разные интенсивности. Самый интенсивный был как раз в Ростовской области, по Морозовску, значит, второй по интенсивности по Ейску, и на последнем месте, что называется, аэродром в Саратовской области, аэродром Энгельс. И это, возможно, обусловлено тем, что там, не знаю, не все дроны долетели, или была какая-то задача создать там фейковые удары, ну, чтобы систему ПВО как-то переориентировать. Вообще с системой ПВО тут довольно интересное дело в том, что у России не бесконечные запасы систем ПВО. И как даже говорят Z-каналы, вот в их выдуманном мире, где там все беспилотники сбиты, они пишут, что 18 беспилотников было сбито просто стрелковым оружием. Ну, это, конечно, чушь полная. Абсолютно невозможно это сделать. В таких объемах, в таких масштабах абсолютно невозможно сбить абсолютно все, когда у вас одна из действующих сил, это просто, значит, автоматчики со стрелковкой. Ну, это просто так не работает. В любом случае мы понимаем, что системы ПВО на покрытие всех объектов не хватает и хватать не будет. И чем разнообразнее, чем массирование, чем эффективнее удары Украины по российской территории, по военным объектам на этой российской территории, по топливным объектам, тем лучше. Собственно, про удары по топливным объектам, опять же, я все обещаю, обещаю, мы с вами никак не поговорим. Но я надеюсь, что удастся это сделать в обозримом будущем. Но видим, что удары по аэродромам тоже наносятся. Удары по аэродромам, это сейчас, пожалуй, самое важное, что есть. Опять же, хотелось бы, чтобы информация о том, что было уничтожено 6 российских самолетов, а 8 повреждено, оказалось правдой, что еще и оказалось в придачу, на сдачу, что самолеты эти повреждены серьезно и не смогут в ближайшее время осуществлять свою фашистскую миссию и просто сбрасывать бомбы на территорию Украины. Собственно, про еще одну проблему ПВО пишет Z-канал, черный полковник Алкснис. Силами ПВО в Ростовской, Курской, Саратовской, Белгородской областях и над Краснодарским краем в ночную пятницу уничтожили 53 беспилотника, сообщила Минобороны, цитирует он. При этом, по информации Минобороны, 44 БПЛА наносили удар по военному аэродрому в Морозовске, Ростовской области, на котором базируются фронтовые бомбардировщики Су-34. Невзирая на информацию Минобороны, что все БПЛА в Морозовске были сбиты, ситуация в целом внушает серьезную тревогу. Судя по всему, возможности ВСУ направлять на одну цель десятки тяжелых БПЛА резко возросли. И к информации о том, что в 2024 году на вооружение ВСУ поступит 1 миллион БПЛА, следует относиться серьезно. Кроме этого, следует учитывать, что на поражение одного БПЛА необходимо использовать по крайней мере одну зенитную ракету, а стоимость этой ракеты значительно превышает стоимость одного БПЛА. Поэтому отражение одной атаки на аэродром Морозовск обошлось нам весьма дорого. А ведь ежедневно приходится отражать атаки украинских БПЛА и ракет во многих других местах. И, судя по всему, масштабы таких атак с каждым днем будут возрастать. А ведь израсходованные зенитные ракеты надо срочно возмещать. Я очень хотел бы ошибаться, но есть основания полагать, что, учитывая возможность увеличения количества атак и числа принимающих участие в них украинских БПЛА, имеющихся на складах запасов зенитных ракет, может не хватить. И тогда встает вопрос о необходимости резкого увеличения, причем многократного производства, увеличения многократного производства зенитных ракет и комплектах ПВО нашей оборонной промышленности. Вообще Россия все время движется в таком фарватере недооценки Украины, недооценки украинских сторон. Постоянно пытаются, знаете, когда вот эти удары совершаются, они постоянно такие, а вдруг это из Казахстана, а вдруг это из Литвы, а вдруг это из Финляндии, а вдруг это откуда-то оттуда прилетели дроны. Нет, Украина делает дроны, радиус действия которых увеличивается. И все больше и больше российских объектов становится, вот, называется, мишенью для украинских военных. И Украина будет продолжать наносить удары по российской тыловой инфраструктуре. Под угрозой, значит, какой-нибудь плац, какой-нибудь военный завод, какой-нибудь НПЗ. Имейте это в виду. Не будьте рядом с военными объектами, не будьте рядом с объектами топливной инфраструктуры. Понимаете, что это война. Война, которая не закончилась и которую пытается закончить ВСУ, для того, чтобы она больше никогда не началась. Ведь это Россия напала на территорию Украины и пытается отнять украинские территории и уничтожить украинскую государственность. Но, как видите, пока спустя два года, уже третий идет, у России Киев взять не за два дня, не за два года не вышло. Украина при этом находится в достаточно тяжелом положении. Действительно, по основным номенклатурам вооружений, будь то снаряды, будь то артиллерийские установки, будь то танки, будь то БМП, будь то что угодно еще, у России этого количественно больше. Ну, просто тупо количественно больше. Да, иногда у Украины более современная техника, как Сау Арчер, например. Одна из самых современных самоходных артиллерийских установок в мире. Но, тем не менее, Россия просто давит количеством. У России есть бесплатное пушечное мясо. Ну, то есть, люди, о которых никто не будет переживать, никто не будет бунтовать, никто не будет обращаться к государю, к Владимиру Путину. Иногда, правда, в редких случаях они обращаются, но я почти всегда вам про эти обращения рассказываю. В общем, у России есть преимущества по многим направлениям, в том числе, что касается авиации, что касается авиабомб, то есть авиации и все, что к ней крепится. Именно поэтому Украине приходится искать какие-то неординарные подходы, неординарные вооружения, использовать их с максимумом эффективности. Мы видели по НПЗ, что Украина это очень получается. Она пролетает большое, их дроны пролетают большое расстояние, большое количество времени находится в полете и идеально филигранно сносит именно ту установку, которую сложнее всего чинить. И, судя по всему, атаки украинские с помощью БПЛА будут наращиваться, особенно по российским военным аэродромам. Поэтому Россия будет либо отводить свои самолеты дальше, что повысит время до, например, прохождения в укрытие во время их взлетов, потому что взлеты российских самолетов фиксируются, да и в целом это будет гораздо менее удобно этим самолетам нести бомбу, потом ее еще там где-то скидывать. И все равно это надо делать не в больше, чем в 70 километрах от цели. Поэтому в любом случае они будут подставляться. Либо Россия может забить и оставить на аэродромах ровно те самолеты, которые там стоят, ничего дополнительно не прибегая. Вот вы наверняка видели замечательный рисунок, его публиковала в том числе британская разведка, где значит россияне нарисовали самолеты на взлетно-посадочной полосе, но посадили на самолет вертолет. Ну то есть на нарисованный самолет посажен вертолет и как бы не палятся совершенно. Ну вообще вся эта история с рисованием самолетов в аэродроме это как бы изначально была глупая достаточно идея, потому что понятно, что нарисованное на спутниках видно, в том числе по теням. Поэтому не очень понятно нафига это делалось. Примерно так же эффективно, как покрышки, которыми начали комплектовать российские самолеты и надевать их на них, видимо, во время простоя между вылетами. Но в общем ни то, ни другое не может защитить российские самолеты от украинских дронов. И чем дольше будет идти война, тем больше Украина будет эти дроны использовать, просто потому что это действительно хорошее вооружение для того, чтобы изменить баланс сил технологических, по крайней мере. То есть окей, у вас больше техники, но мы ее все уничтожим. Мы уничтожим ее с помощью FPV-дронов, мы уничтожим заводы по производству бензина или солярных или дизеля, на чем там ездит ваш Колымага. Мы все это уничтожим, и вы не сможете ехать. Это нормальный и вполне себе рабочий план, и какие бы страны ни призывали от него отказаться, отказываться от него явно не надо. Ну а я думаю, мы еще не раз увидим в ближайшее время прилеты по российским военным объектам, и пусть они достигнут своей цели. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok